Всем доброго вечера, мои уважаемые зрители! Я продолжаю читать рассказ для вас на ночь, устраивайтесь поудобнее. И напоминаю, вчера мы закончили с вами на клубничном мороженом. Итак, поехали! Опять смущается, опять слишком выдала себя, малышка. Что же творится в твоей голове? Как же мне подступиться к тебе и не упустить? Так ты, получается, был еще дважды женат? Переводит она тему. Да, был. На той девушке? Голос Миры становится напряженным. Нет, мы с того дня больше не виделись. Я сажусь на соседний стул. Мира, я прости, что спросила. Это не мое дело. Я не хочу об этом. Она отводит глаза. Не будем. А ты? Как твоя жизнь? Что ты делала все это время? Тоже была замужем еще раз, но не сложилось. Она нервно закладывает короткую прядь за ухо и смотрит мимо меня. Много работала. Сейчас в городе там и живу. Купила квартиру в центре. А так, наверное, ничего особенного. А тот мужчина, что был вчера, у вас серьезно? Задают этот вопрос, и внутри все вибрирует от волнения. Давай не будем, Егор. Ладно? Тихо отрезает Мира. Я разочарован ее ответом, но стараюсь не давить и отступаю. Хорошо. Хочешь посмотреть остальной дом? Конечно же, с радостью. Она поднимается на ноги. Я делаю это одновременно с ней, и мы оказываемся слишком близко друг к другу. Меня тянет к ней. Тянет, как к магнитам. Я наклоняюсь, смотрю на мирные дрожащие губы. Еще совсем чуть-чуть, и я до них дотянусь. Но Мира делает шаг назад и неловко усмехается. Посмотрим дом, неуверенно говорит она. Да, конечно. Идем. Я тоже отступаю, пропускаю ее вперед. Мы опять в гостиной. Она осматривается, поднимается по лестнице. Со стен она смотрит фотографии, которые я так и не убрал. Это странно. Она неловко указывает на них. Да. Но не знал, чем заменить, вот и остались. Вру. Вру, потому что я вообще не хотел ничего менять. А свадебное фото убрал только утром с каминной полки в гостиной, чтобы Мира не решила, что я совсем больной. Этот дом и все, что в нем так и осталось, нетронутым неспроста. Каждый раз, когда было совсем херово, я приезжал, бродил по знакомым комнатам, пересматривал фото с отдыха в альбомах, свадебное видео и напивался в хлам. Диана ненавидела этот дом. Она ненавидела все, и дом, и собаку. Говорила, что они не дают нам нормально жить. Я слал ее подальше, хотя знал, что она права. Не во всем. Своих проблем у нас была куча, которые мы разгрести так и не смогли. Последней каплей стал приезд Дианы сюда, когда она решила вернуть меня в семью. Вырядилась в белье и плачно-голое тело. Стала с порога соблазнять в гостиной, которую Мира делала только для меня. И у меня, как клемма в голове перемкнула. Сразу эту ладу, суку, вспомнила. Чего я только Диане тогда не наговорил. И что люблю Миру до сих пор. И что такой, как она, Диане никогда не стать. И чтобы убиралась отсюда, в своем шлюшем наряде. За большую часть стирады, ответственен, конечно же, алкоголь. Обычно я тупо молчал и уходил в другую комнату. На следующий день ко мне приехал адвокат с бумагами на развод. И я вздохнул свободнее. Совесть за тупую истерику грызла, но извиняться не стал. Для Дианы это был бы знак, что я хочу наладить нашу семейную жизнь. А этого мне хотелось меньше всего. Кабинет. Да, тот же кабинет. Она открыла дверь и решилась войти. Ух ты, и стол тут? Ты же его ненавидел. Она поднимает бровь. Было дело, потом привык. Оказался очень удобным. Веду по лакированной поверхности и вспоминаю, что однажды мы занимались на нем сексом. Замечаю, что Мира краснеет. Видимо, тоже вспомнила об этом. Я лучше спущусь. Она практически выбегает из кабинета и останавливается у дверей спальни. Немного стоит, но так и не решается войти. Лишь шумно выдыхает и сбегает по лестнице вниз. Следую за ней неотступно. Не в силах находиться больше вдали, когда она так рядом. Я, пожалуй, поеду. Хватает сумочку с дивана и теребит в руках ремешок. Мира, ну побудь еще немного. Пожалуйста, ну хотя бы часик. Становлюсь перед ней и завораживаю в собой двери. Загораживаю. Ты еще не все видела. Я такую подсветку в саду сделал, как ты хотела. Помнишь? И через час уже все можно будет включить и рассмотреть. Егор. Он тебя ждет, да? Ты его любишь? Заглядываю в мире в глаза. Но ты же будешь с ним все время. А мне удели? Ну подари еще хотя бы один единственный час. Протягиваю к ней руки. Хочу провести ладонями по рукам. Но опять не решаюсь. Меня никто не ждет. Сдавленно отвечает Мира. Ее слова облегчением расплескиваются у меня в груди. Тогда тем более оставайся еще ненадолго. Она опять мнется и поглядывает на дверь. Но в конце концов качает головой. Ладно, я побуду. Мира отступает и присаживается на Дион. Мороженое? Да, давай. Неловко смотрит на меня и прикусывает губы. Достаю с морозилки десерт. Хорошо, что все же съездил утром в магазин. Иначе в доме было бы шаром покатить. Себе я ничего не готовлю. И ем только доставку. Стыдно признаться самому себе. Вот, держи. Передаю ей в руки креманку. Спасибо. Она осторожно ложечкой набирает мороженое и жмурится, перекатывая лакомство во рту. Очень вкусное. У нас, оказывается, есть местный поставщик. Делает офигенное домашнее мороженое. Продает рядом с супермаркетом, который в прошлом году выстроили в конце улицы. Хоть что-то изменилось. Усмехается Мира. А то, пока я ехала, думала, что вернулась на 10 лет назад. Все те же дома, газоны, соседи ходят. Правда, многие уже с подросшими детьми. А у тебя есть дети? Нет. Так и не обзавелся. И у меня нет. Мира печально усмехается сама себе. Знаешь, это очень странно. Она облизывает ложечку и смотрит на меня. Что именно? Я чувствую себя дома. Она обводит рукой гостиную. Все как было. И даже шебет тут. Она кивает на пса, который примастился в углу дивана, и мирно дремлет. Я думала, все не так. А как? Думала, ты продал дом, женился на той женщине и забыл обо всем. Отставляю свое мороженое на журнальный столик. Я к нему даже не притронулся. Вообще ничего в горло не лезет. Я тебя искал. Хотел тогда поговорить, попытаться объясниться. Мне так хотелось, чтобы ты дала мне еще один шанс. А я не хотела. Я не хотела, чтобы у тебя этот шанс был. Прости, Егор, но мне казалось, ты не заслужил. Я и сейчас уверена, что поступила правильно и не жалею. Мира произносит это с вызовом. Заслужил. Все, что случилось, все моя вина. Опускаю голову и зарываюсь в волосы руками. Почему? Я хочу наконец узнать. Почему? Она спрашивает тихо и так пристально смотрит, что все внутри замирает. Нужно наконец сказать правду. Я был молодым и безмозглым. Мира. Признаваться очень тяжело. А смотреть ей в глаза при этом еще сложнее. Отвожу взгляд, потому что выдержать все равно не получается. Думал, деньги и успех делают счастливым. А то, что говорила ты, слушать не хотел. Думал, дом и уют не для меня. Ты же меня помнишь? Дальше, выше, быстрее, богаче. В горле начинает першить. Слова застревают в глотке, но все равно говорю. Она просто подвернулась. Кивала всему, что я говорил. Я и повелся. А потом шантажировала все рассказать тебе, если брошу ее. Но я все равно хотел порвать. Понял, что люблю только тебя. Не хочу лишиться семьи. Попросила оставить меня в покое. Она потребовала последнее свидание в отеле. Ясно. Мира пожала плечами. А я все же думала, что по большой любви хоть какое-то оправдание. А оказывается, из-за временной интрижки. Она откидывается на диван и смотрит так, что сгореть хочется. Прости. Выдавливаю из себя, зная, что недостоин, и все равно прошу. Прости. Я давно забыла, Егор. Первый год только было сложно. А потом? Потом понеслось. Потом новые отношения, свадьба, все закрутилось, и стало уже не до сожаления о прошлом. А я себя так и не простил. Наверное, это я так наказывал себя. Забудь и живи дальше. Мне кажется, нам обоим нужна была эта встреча, чтобы, наконец, высказать все. Высказать все, что на душе лежало мертвым грузом и мешало жить. Теперь каждый сможет начать все сначала. Я не смогу. Опускаю голову. Ты вернулась, и все вернулось вместе с тобой. Все мои чувства. Она лишь усмехнулась. Егор, я больше не так, кого ты помнишь. Мира поднялась и отошла к камину, где прежде стояли наши общие фото. Жизнь потрепала меня и сделала очень циничной. Я больше ничего не чувствую, Егор. Может, поэтому со вторым мужем и не сложилось. Он при разводе сказал, что со мной рядом всегда холодно. И он так больше не может. Она открыла верхнюю полку в комоде и достала свадебное фото в рамке, которое я убрал. Я перебиваюсь случайными связями и никого близко не подпускаю. Вчера мне сделали предложение, но я не взяла кольцо. Не могу больше удержаться и подхожу к мире. Обнимаю со спины и прижимаю к себе. Прости и за это. Позволь мне все исправить. Я опять и снова зарываюсь в ее короткую светлую макушку и втягиваю любимый запах. Не хочу, Егор. Она сбрасывает мои ладони. Меня все устраивает. Никто и никогда не сделает мне больно. И это прекрасно, понимаешь? Да, понимаю. Обхватываю ее лицо ладонями и тянусь к ней. Я понимаю тебя, как никто. Не надо. Мира убирает мои руки и отходит в сторону. Хорошо, прости. Давай выпьем еще вина. У меня есть такое, как ты любишь. Быстро отправляюсь на кухню, чтобы выдохнуть. У меня уже совсем едет крыша. Раньше все было по-другому. А сейчас мы оба другие. И притяжение между нами другое, какое-то острое, искрящее. Мира тоже это чувствует. Я ведь вижу. Но только игнорирует. Выпускает коготки. Говорит, что забыла. Но все равно злится и не доверяет. Я ее понимаю. Но из рук не выпущу больше. Все сделаю. Но мира со мной останется. Держи. Притягиваю ей бокал и присаживаюсь рядом. Спасибо. Она вежливо улыбается. Расскажи о своей работе. Чем занимаешься? Почему вернулась на пару дней? Хорошо. Задумчиво улыбаюсь. Сейчас я топ-менеджер. Влагудин групп. Работаю на них последние пять лет. И мне очень нравится. Сюда приехала на открытие нового офиса. Предполагается, что буду здесь работать. Но пока не уверена, что хочу этого. Я знаю эту компанию. Работал с ними в прошлом году. Я курировала твой проект. Внутри что-то щелкнуло. Мы могли встретиться еще тогда. Хотя встретиться мы могли когда угодно. Мира всегда знала, где меня найти. А я не видел твоей фамилии в документах. Я оставила фамилию второго мужа. Так было удобно. Не нужно было менять заново все документы. Она смотрит не мигая. Понятно. Я приезжал, и мы могли увидеться. Могли. Но я решила. Не стоит. Опять этот слегка безразличный тон. Но я заслужил. Знаю, заслужил. Жаль. Но я рад, что мы встретились сейчас. Я изменяла второму мужу. Замираю на секунду. Изменяла, слышишь? Сама не смогла простить измену, но сделала то же самое. Почему? Знаю, о чем ты думаешь. Как я могла после того, что сделал ты со мной? Да. Тихонько киваю, но не добавляю ничего. Хочу услышать ее мнение. Мира медлит. А ничего нормального я не скажу. Банально, мне было плохо с ним. Я давно подумывала о разводе. Но все не решалось. И как-то на корпоративе мы с коллегой зашли чуть дальше, чем собирались. А потом еще и еще раз. И знаешь, что я поняла? Мира усмехнулась. С каждым разом все легче. А совесть уходит в спячку. А ты изменял женам? Ну, кроме первой. Кроме меня. Третий. И если мы говорим откровенно, но лучше ведь не врать, Диана, если что, обязательно поделится подробностями. И почему? Диана использовала секс для манипуляций. Сделай я хоть что-то, что ее не устраивало, или не дай того, что она хотела, и спать мне было пару недель в другой комнате. Ого! Мира прикрыла рот рукой, но я заметил на ее лице широкую улыбку. Меня ей было совсем не жаль. И как же ты выживал? Секретарша здорово помогала. Ага, ясно. Тебе безумно идет эта стрижка. А еще мне нравится, какой ты стала. Циничный. Это не вся ты. Цинизм, он в любом случае приходит с возрастом. Ты уверенная в себе. И стала еще сексуальнее от этого. Мужчины от тебя с ума сходят? Ведь так? Так. Мира улыбается одним уголком губ. Она поднимается и делает пару шагов по гостиной. Знаешь, что я думаю, Егор? Если бы мы не развелись тогда, все равно развелись бы позже. Почему ты так думаешь? А ты посмотри на этот дом и сад. Здесь же все сделано под тебя. Каждую деталь я выбирала, думая о том, понравится тебе или нет. Только со столом в кабинете не угодила. Короткий смешок. Вот только меня здесь практически нет. А так не должно быть. Я была слишком влюблена. Слишком легко подстраивалась под тебя во всем. Со временем это надоедает. Знаю по себе. Задумчиво перевожу взгляд на свои руки. А ведь Мира права. Я любил ее, но никогда не видел равной себе. Принимал восторженные отношения и заботу, как должное. Вот и зажрался. Уже стемнело. Пойдем. Покажешь иллюминацию, и я поеду. Она направляется в сторону сада. Идем. Нет, Мира. Смотреть лучше со второго этажа. Перехватываю ее ладонь и тяну к лестнице наверх. Все же я переборщилась с вином. Она покачнулась, и я приобнул ее за талию. Чувствую через ткань ее тело и невольно поглаживаю. Мира вздрагивает и задерживает дыхание, но улыбается сдержанно. Не страшно. Дома можно все. Шепчу ей на ушко и еще крепче прижимаю к себе. Теперь понятно, бормочет она, когда мы останавливаемся перед дверью спальни на втором этаже. Балкон только здесь. Толкаю дверь и подталкиваю Миру внутрь. Она на секунду замирает перед нашей кроватью. Кроме тебя, здесь не было никого. Шепчу Мире и обнимаю за плечи. Идем. Она выходит следом за мной на балкон и замирает. Боже мой, как в сказке. Мира подходит к балюстраде. Очень красиво подсвечены кусты и пруд. Ее голос немного сбивается, потому что я кладу ладони по обе стороны от нее и придвигаюсь ближе. Теперь ей некуда от меня деваться. А беседка? Как же красиво! Столько огоньков! Мира поворачивается в моих руках. Ты специально меня сюда заманил? Она несмело кладет руки мне на грудь и пытается тихонько оттолкнуть. Совсем неубедительно. Заманил, признаюсь. Склоняюсь ниже и нахожу ее губы. Такие мягкие, с прикусом вина и клубники. Сначала нежно касаюсь их, потом обхватываю за талию. И вот она совершенно рядом. Егор, нам не стоит. Мира говорит и говорит. А ладони уже держат меня за плечи. «Правда? А почему ты тогда отвечаешь?» Обхватываю руками тонкую талию. Мира ведет ноготками по моей груди. Ты меня раскусил, бывший муж. Один раз, Егор. А утром я уйду. Нет, Мира. В этот раз я тебя никуда не отпущу. Какая же ты красивая. Обнимаю ее. И тихонечко целую. Девочки, я пропускаю здесь целые куски. Зачитывать уж простите, я не смогу. Мы стали другими, и притворяться смысла нет. Мне не хочется того ванильного секса и тех отношений, что были у нас раньше. Не хочу возрождать старые ощущения. Хочу новых, каких-то неизведанных. И только с ней, с мирой. Ты сводишь меня с ума, шепчу ей на ухо. И обнимаю еще и еще один раз. Прости, Егор, но я не готова. И я не думаю, что смогу поверить тебе вот так запросто. Сомнения будут все время грызть. Давай проведем эту ночь вместе, и все. Она прислоняет свой палец к моим губам, не давая спорить, и прикатывается на меня. Сейчас мира похожа на амазонку. Со своими взъерошенными волосами, блестящей кожей. Такая раскрепощенная и порочная. Совсем мне незнакомая. Я хочу к ней прикоснуться, но она не дает. Перехватывает инициативу. Мне мало одной ночи. Вздыхаю и нежно прикасаюсь к ее губам. Когда мы уютно, запутавшись в одеяло, смотрим друг на друга. Она ласково перебирает мои волосы между пальцами, очерчивает нос из скулы, линию подбородка. Ее касания такие бережные и родные. Мира соскучилась, хотя и не признается мне в этом. Я не отпущу. Как только увидел в ресторане, мысли были только о тебе. Я готов на все, мира. Она зажмуривается, все так же упрямо молчит и думает. Я изменился, и ты тоже. Как раньше уже не будет. Мы взрослые и больше не совершим тех ошибок, что в молодости. Мира, я сполна заплатил за свою измену. Десять лет без тебя. Пожалуйста, я усвоил этот урок. Дай мне шанс. Зажимаю ее лицо в ладонях и смотрю так пристально, как только могу. Все, что мне нужно, это один маленький шанс. А там я сделаю все, чтобы мира мне поверила. Она смотрит, медленно моргает. На ее лице сомнение и нерешительность. И я подумаю. Это не значит нет. Не значит ведь. Облегченно выдыхает и опять целую миру. Думай, сколько хочешь. Я не буду торопить. Хорошо. Она неуверенно кивает и прижимается ко мне. Борю со сном до последнего, но через какое-то время он меня все равно побеждает. Утром у меня будет солнечный свет. Он льется через открытую дверь балкона, которую мы вчера не закрыли. Ощупываю кровать рядом с собой и понимаю, что она пуста. В груди все просто леденеет. И холод предчувствия расползается под тело. Рывком сажусь в пустой кровати, оглядываясь по сторонам. Вокруг ни единой вещи мира. Как будто ее и не было здесь. Не может быть. Поднимаюсь и натягиваю домашние штаны. Медленно спускаюсь вниз. Здесь тоже тихо и пусто. Застываю посредине гостиной, не понимая, что делать дальше. Мира просто ушла. В груди такая боль, что тяжело дышать. Кулаки сжимаются и разжимаются сами собой. Но почему так? Ведь я видел, мир утянуло ко мне. Ей нужно было сделать всего один маленький шаг навстречу, крошечный. Только поверить. А дальше я бы горы свернул, чтобы доказать свою любовь. Беру телефон с журнального столика и дрожащими пальцами ищу номер, с которого мира звонила вчера. Набираю, но слышу в ответ. Абонент находится вне зоны действия в сети. Телефон высказывает, выскальзывает из моих рук и с глухим звуком падает на мягкий ковер. Ушла. Я снова один. И теперь все будет как прежде, но только в десять раз тяжелее. Я увидел ее, влюбился заново, как дурной, в эту новую, совсем незнакомую и такую родную женщину, в ее улыбку и запах новых духов, в забораживающее плавное движение, в смелость и силу характера. Как она смеется, лукаво и соблазнительно смотрит, прикасается с особенным трепетом ко мне, так как никто, кроме нее, не смог этого сделать никогда. Черт! Мне был нужен всего один шанс. Конец. Ведь измену нельзя прощать, так? Если вам подходит такое завершение истории, пожалуйста, поделитесь своими мыслями. Именно таким задумывался финал. Очень хотелось автору наказать Егора. Но потом автор-женщина подумала о той, чье счастье в этой истории по-настоящему важно и написала еще одну главу. Поэтому для таких же романтиков, как мы с вами, дорогие мои девочки, зрительницы, будет еще одна часть. И я ее сегодня, думаю, дочитаю до конца. Готовы? Мира! Застываю в дверях, что ведут в сад и рассматриваю широкую спину бывшего мужа, который стоит в гостиной и о чем-то задумался. Начать все сначала. Может быть, попробовать? Я все утро думала над словами Егора, пока принимала душ, готовила завтрак в любимой кухне и сервировала стол в беседке на улице. Моя идеальная жизнь. Я так скучала по ней. А вчерашний день с Егором был самым лучшим. Самым лучшим и наполненный эмоциями за последнее время. Хотя, что я вру себе за все то время, что я провела без него. После Егора никто по-настоящему так и не запал мне в душу. Мужчины были, даже за мужество. Но все как-то пресно, без особых эмоций. И я ненавидела Егора за ту измену. И с трудом ее пережила. Но правда в том, что она помогла мне стать той, кем я есть на сегодняшний день. Из мямли, зацикленной на мужа и его желаниях, я смогла превратиться в самодостаточную личность, достигла высот в карьере, приобрела внутренний стержень. Я больше не злюсь на него. Случилось то, что случилось, и прошлого не вернуть. Можно упрямо стучать ногами, винить его до гробовой доски, уехать на другой конец света, выйти замуж за еще кого-нибудь, даже родить ребенка от другого и всю жизнь твердить себе, измену простить нельзя, измену простить нельзя. Только я хочу быть счастливой, а не правой. Счастливой. И я буду ей. Не сразу, конечно. И Егору придется, ох, как постараться и побороться ради нас. Но это уж пусть он нервничает и переживает. Знать, что в моей душе он уже прощен, пока ему не обязательно. Улыбаюсь себе и тихонько ступаю по мягкому ковру, незамеченной. Обнимаю Егора и прижимаю щекой к его горячей, голой спине. Он вздрагивает и обхватывает мои ладони. Ты осталась? Да. Говорю тихо и тру щекой о него. Я проснулся, а тебя нет. И твоих вещей тоже. Он силой сжимает мои ладони почти до боли. Ты так долго спал, что я успела сходить в душ и закинуть все в стирку. У меня же больше нет вещей. Даже футболку твою пришлось стащить. Егор разворачивается, прижимает меня к себе. Он дрожит всем телом. И телефон у тебя отключен. Наверное, батарея села. Пожимаю плечами и прячусь у него на груди. Я думал, ты ушла. Его слова еле долетают до меня. У них столько отчаяния и тревоги, что я невольно прижимаюсь еще сильнее. Вот в чем дело значит. Хочется победно улыбнуться, но я гашу этот импульс. Егору сейчас точно не до смеха. Он опускается на ковер и начинает целовать меня через майку. Мира, не бросай меня. Я не переживу. Я чертовидиот. Всю свою жизнь просрал и тебя тоже. Каждый раз возвращался в этот дом и волком выл. Потому что ни одна женщина, а та, как ты, меня не любила. И я тоже. Его плечи ходят ходуном от того, что дыхание шумно и сбивчивое. Я не изменю больше тебе никогда, Мира. Я усвоил этот урок. Прости меня, родная моя. Прости. Запускаю пальцы в его волосы и нежно провожу по ним. Егор на коленях. признает свою вину и просит прощения. Сколько же раз за эти десять лет я хотела увидеть эту картину. И каждый раз одергивала себя, думая, что он давно забыл меня и любит другую. Я же не дала ему ни единого шанса в прошлом. Но все равно иррационально хотела, чтобы он сожалел, извинился, раскаялся. И в глубине души я прощала. Потому что все равно любила. Любила только его. Опускаюсь на ковер рядом с ним, чтобы видеть его глаза. Один шанс. Егор, я далеко не дурочка. И потереть об тебя ноги еще раз не получится. Об меня ноги, наверное. Девочки, тут столько опечаток, поэтому я сбиваюсь. Я прошу вас за это прощение. Утром, только проснувшись, я медленно обошла весь дом. Егор все оставил как есть. Равнодушный человек, который не жалеет о том, что натворил, никогда бы так не сделал. Он мог избавиться от дома, от всех вещей, даже от собаки, иначе чистого листа. Как на самом деле это сделала я. Убежав тогда, я не оставила напавить себе ни единой вещи. Даже обручальное кольцо успокоилось в тот день на дне реки. Отстрадав несколько недель у старой подруги, под ее неусыпным надзором, я как-то быстро взяла себя в руки. Злость требовала выхода. Мне срочно нужно было доказать, что я смогу и сама. А Егор был просто ошибкой, глупым эпизодом в жизни. И я пошла на пролом. Нагло она просилась на работу к другу отца, воспользовалась его связями для старта, потом сделала отличную карьеру, пользуясь уже своими мозгами. Мимоходом заводила романы, замуж вышла из принципа, мне казалось, что именно брак должен доказать мне самой окружающим, насколько я состоялась во всех аспектах жизни. Мужчину выбрала мужественного, солидного, на него облизывались все невесты города. И вот оно, у меня все есть. «Да только нет ничего, сама себя переиграла. Для того, чтобы быть счастливой, в душу нужно впускать чувства, а я так боялась их, да усрачки просто, что только имитировала эти чувства, а в сердце никого не пускала. в ресторане Егора увидела конечно же сразу, сразу, как только вошла. Он о чем-то говорил со своим другом, усмехался ему. Все та же темная, немного взлохмаченная шевелюра, морщинки возле глаз, когда улыбается, уверенные в себе жесты. И вот одна встреча, а в душе полоснула. Сразу в голову полезли мысли о том, что это нечестно, несправедливо. Десять лет прошло, и мне должно быть все равно, мы давно чужие люди. Я собралась и сосредоточилась на Денисе. А потом вскользь глянула на Егора и опять сердце бьется как шальное. Ненавижу сволочь, а все равно тянет к нему, как и раньше. Думаю, дело было именно в том, что его я любила, а после него больше неедетого человека. Но не любить вообще нельзя. И вот появился Егор. И чувства опять вернулись. Ловушка захлопнулась. Он обнимает меня за шею и притягивает к себе. Наши лица в миллиметре друг от друга. Дыхание сплетается и губы почти касаются. Хорошо. Егор тянется и целует. А я вся расцветаю от его близости. Расцветаю, как мартовская кошка, дурею, жмусь сильнее. Химия между нами просто сумасшедшая. Ни с одним любовником такого не было. Вот что значит, когда есть чувства. Они ведь настоящие. Все мысли улетучиваются, когда я чувствую его рядом. Не хочу думать, не хочу злиться. Хочу просто жить и быть счастливой рядом с мужчиной, которого люблю до сих пор. Начнем заново. Егор мой голос тонет в его стонах, движениях и ласках. Я завтрак приготовила, задумчиво глажу его по груди. Мы все еще лежим на ковре и не двигаемся. Я тесно к нему прижата. И я решила, что такой жарой позавтракать на свежем воздухе, вот это вот будет самая отличная идея. Да, Егор нежно целует меня и трется своим носом омой. Сейчас еще немножко полежим и пойдем. У тебя урчит желудок. Он садится и помогает мне накинуть майку. Угу, так я же встала часа на три раньше тебя. Ну, и плюс секс, после того, что только было, мне срочно требуется восполнить силы. Мы поднимаемся и в обнимку выходим в сад, где летнее солнышко уже нагрело землю и можно спокойно ходить босиком. Я присаживаюсь в плетеное кресло напротив Егора и принимаю зам. Лед. Ты говорила, что возможно останешься работать здесь, но еще не решила. Егор говорит спокойно и не давит, но волнение в голосе все равно скрыть не может. Решила. Улыбаюсь и отпиваю свежевыжатый апельсиновый сок. И что решила? Что поработаю здесь? Отлично. Он улыбается и подпирает щеку рукой. Мне надо съездить в аптеку. Не знаешь, что тут работает по воскресеньям? Зачем? Что-то болит? У меня есть аптечка. Нет, не болит. Я мнусь. Я не принимаю контрацептивы и мы не предохранялись. так что надо купить таблетку экстренной контрацепции. Мы с тобой взрослые люди мира и ребенка не станет для нас обузой. Девочки, вот опять опечатка ребенка, ребенок. Это не моя вина, извините. И ребенок не станет для нас обузой. Я давно хотел и буду рад, если ты вдруг забеременеешь. Не обязательно. У меня сейчас вроде как безопасные дни. Я смотрю в тарелку и стараюсь спрятать улыбку. Его слова все равно очень приятны мне. Тогда попробуем попозже. У нас много времени впереди. Давай не будем спешить. Я нервно поправляю волосы и сосредотачиваюсь на еде. Я не буду давить. Егор жмет плечами и тоже принимается за еду. Лена опять беременна. Мне Паша сказал пару дней назад. У них дочка уже подросла. Вот решились на второго. Ничего себе. радостно улыбаясь. Так хочу ее увидеть соседку свою и посмотреть на дочку. Наверное на нее похоже. Нет копия Пашка. Егор смеется. Помнишь мы хотели забеременеть вместе. Да было дело. Опять я смущаюсь. Они звали в гости нас вечером. Сходим? Конечно же я буду очень рада их опять повстречать. Егор собирает тарелки и помогает мне отнести посуду на кухню. Он загружает посудомойку пока я внимательно наблюдаю за ним. Раньше он даже не подходил к кухне никогда. Видимо за эти годы многое изменилось. Давай я съезжу за твоими вещами. Ты же в гостинице живешь сейчас? Да. Киваю. У тебя целый дом в котором тебя ждут. Так что переезжай. Егор вертит в руках полотенце и всматривается в мое лицо. Я шумно вдыхаю выдыхаю. Как-то слишком уж быстро все выходит. Тут есть еще гостевая спальня. Я могу пожить там. Не успокаивается Егор. А ты можешь занять нашу комнату. Переезжай. Я не буду слишком на тебя давить. Ну конечно. Я саркастично рассматриваю бывшего мужа. Заманил меня к себе. Соблазнил. Сексом занялся. Не предохраняясь. А теперь давить не будешь. Ты раскрыла весь мой коварный план по возвращении тебя в мое единоличное владение. Усмехается он и прижимает меня к себе. И у тебя нет выбора мира. Ты уже тут и ты моя. Ты стал дьявольский хитер за эти годы. Бывший муж. 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 И горморщица. С приставкой бывший мы что-нибудь сделаем в ближайшее время. Я смотрю твои планы становятся наполеоновскими вздергиваю брови. Не люблю полумир. Егор жмет плечами. Я хочу все мира, семью, детей, жизнь с тобой. И у нас все это будет. Люблю, когда мужчина знает, чего хочет. Беру Егора за руки и сплетаю наши пальцы. Я думала мучить его долго и основательно, но похоже ничего не выйдет. Сама к этому не готова. Так хочется наконец окунуться в водоворот любви и наладить жизнь. Мой план жить в гостинице, потом ездить туда-сюда на свидание между городами и возможно через полгода годик начать жить вместе. Рассеялся пеплом. Не выдержу я такого и сама вещи перевезу. Так что пусть лучше Егор все сделает сам и прямо сейчас. А ты меня любишь? Он подвигается ближе и нависает надо мной. Я люблю мира. Может потому ни с кем больше не получалось выбросить тебя из головы. Не могу никак. А вчера, когда увидел, понял это окончательно. Видеть тебя с другим я чуть не сдох. Когда Денис сделал мне вчера предложение, я раньше решила, что соглашусь. Мы оба уже не дети и тоже хотели семью. Я робко посмотрела на Егора и опять отвела глаза. Но потом увидела тебя. И сразу же все изменилось в тот же момент. Я не могла сказать «да» другому, потому что все время думала только о тебе. Гнала от себя назойливые воспоминания, он делал предложение, а я мечтала лишь о том, чтобы набрать номер и услышать твой голос. Если бы ты знала, как я мечтал, что ты наберешь мой номер. Егор, я боюсь, что если сдамся без сбоя, ты опять не будешь ценить меня. Мира. Егор прижимает меня к себе, и я слышу, как колотится его сердце. Поверь мне, все будет по-другому. Я научился ценить то, что мне дорого, а мне дорога ты. Я тебя люблю, Егор, люблю. Ну что, мои дорогие, рассказ я свой закончила. Автор а-ля Алая такая существует, и это уж точно не мое произведение, как очень многие из вас предполагали. Всем желаю доброй ночи, мирного неба над головой, уютных снов, и прощаюсь с вами до завтра, до обзоров. Всем пока. Пока. Субтитры Субтитры